Здравствуйте, вы смотрите телеканал Вариант. Это программа о самом главном и о самом важном, о здоровье. Врач на дом в прямом эфире, с вами в студии Елена Панина. Здравствуйте. Говорим мы сегодня о новом подъеме коронавирусной инфекции, особенностях четвертой волны. Разобраться в вопросе нам сегодня помогут наши эксперты. Это директор клиники современных медицинских технологий Светлана Железнова. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. И представитель клиники современных медицинских технологий Кристина Яропаева. Кристина, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, Светлана, первый вопрос к вам. Назвала я так четвертая волна. Правильно ли это четвертая ли волна или какая-то другая? Мы говорим сейчас о серьезном подъеме заболевших. Статистику, я думаю, наши зрители знают, смотрят. Она, в принципе, доступна. Вот поделитесь вашей статистикой. Все это время ваша клиника, весь период пандемии находится на передовой. Как обстоит дело сейчас? Да, действительно, с марта 2020 года мы стали работать с этим заболеванием, стали его диагностировать и видим все, что происходит за последние полтора года. И, конечно, ситуация меняется. Меняется она раз за от разу. Специалисты говорят, что нельзя говорить первая, вторая, третья волна, потому что нулевого пациента так и не достигается. Но все-таки, наверное, будем говорить о подъемах. Да, вот этот четвертый подъем за последние полтора года. Мы все очень надеялись и ждали после прошлой зимы, что вирус начнет ослабевать, что бороться с ним будет гораздо проще, тяжелых пациентов будет гораздо меньше. Но все, что мы прогнозировали, на что мы надеялись, к сожалению, не сбылось. Чтобы нашим зрителям стало понятно, насколько тяжела ситуация, на декабрь, пик прошлого года, на декабрь, было занято столько коек, сколько занято сейчас, в начале подъема четвертой волны. И мест нет от слова совсем. Сейчас наше руководство открывает, планирует открывать еще дополнительные стационары, там, где их раньше даже не планировалось. Мы обходились тем, что есть сейчас. Сейчас уже просто, чтобы положить одного пациента, бывает, занимает до 8 часов поиск кое-какое место. Конечно, наверное, это показатель, потому что мы только в начале пути. И это все очень не радует. И болезнь стала тяжелее переноситься, тяжелых стало гораздо больше, и сильно поменялся возраст. Если основной поток тяжелых пациентов в прошлую, ну, вот как раз новогоднюю, ну, в прошлую, зимнюю волну, ну, составляют все-таки больше люди возрастные, это 65+, ну, вот так, с кучей хронических заболеваний, и молодежи практически не было, тем более не было детей, сейчас ситуация абсолютно иная. В основном тяжелые пациенты – это люди до 50 лет. От – не говорю, потому что и дети стали тяжело болеть, и молодежь, и абсолютно здоровые люди, которые, ну, к врачам-то в жизни не обращались, ну, приезжают с поражениями и 50, и 70, и 80 процентов, и, к сожалению, умирают. Наверное, это говорит, какая сейчас ситуация. Обидно, что до сих пор остаются люди, которые либо не верят в ковид, либо, ну, отказываются от вакцинации. Я даже комментировать это не хочу. Я приглашаю таких людей к нам в клинику поработать один день. Как долго сейчас работает ваша клиника, и как много успеваете сделать исследований? Вот буквально неделю назад, когда пошел прирост, мы увеличили время работы от 9 до 6, сейчас мы работаем до 23. Мы опять стали работать в воскресенье. На нас нагрузка, она просто вот по щелчку пальца буквально за пару дней ситуация начала меняться в корне. Если до этого была, видела, текущая с небольшим приростом, то сейчас это лавина. Снежный ком, который все нарастает, нарастает. Надо не забывать еще, хочу сказать, что если в прошлом году поток тоже был большой, вот не в октябре, это конец ноября, декабрь, и было гораздо меньше установленных КТ в городе, добавилось в марте в 6-й городской томограф, добавилось в тубдиспансере, то есть томограф стало больше. Нагрузки на вас меньше не стало? Точно. Причем в каждую больницу сейчас попасть, где есть КТ, а он является на сегодняшний день одним из единственных способов увидеть тяжесть состояния и заболевания, нагрузки только растут. Чаще всего с каким поражением легких вот такой среднестатистический пациент, сделавший КТ в вашей клинике? На сегодняшний день? Да. Такого вопроса, как средний, я бы не стала говорить, потому что если раньше 80% это были легкие случаи с поражениями 10-15% после недели-10 дней болезни, сейчас молодые приезжают после 4-5 дней с процентом поражения больше 50-ти. Это уже люди, кислородозависимые, которым необходима госпитализация. Но опять же повторюсь, мест на всех не хватает. И вот здесь наши враги стали два вида пациентов, одни, которые начинают, простите, истерить, понимая, что вот они так насмотрелись, наслушались, и у них ещё всё хорошо. То есть, ну да, температура. Температура – это не главный показатель тяжести. Там что-то болит, слабость. Вот они, как бы, очень их, они тоже есть, их много, и они вот своей вот достаточно истеричностью образуют очереди. Я призываю никогда не паниковать, я об этом говорила и раньше. Всё-таки нужно посмотреть на несколько показателей своего состояния. Конечно, если высокая температура, если пульсоксиметр показывает сатурацию ниже 94-92, это обязательно сразу обращение к врачам, медикам, к НКТ. Если же кислород хороший, то есть это выше 95-96, и даже при наличии высоченной температуры больше 5 дней, это ни о чём ещё не говорит. Хотя температура, конечно, состояние усугубляет. Загущение крови как раз-то при ней идёт больше. Но это не значит, что если нет температуры, то всё будет хорошо, и симптоматика стала безумно размазанной. Если у нас были раньше чёткие понимания, когда нужно ехать, в каком состоянии, при каких показаниях. Сейчас я прошу людей обязательно обращать внимание на кислород. Это очень важно. Каждый из вас... Сейчас доступность стала пульсоксиметров, и это должен быть как градусник в каждом доме. В каждом доме. Болели, болеете, не болеете. Обязательно сразу же прошу всех, при первых признаках они могут быть абсолютно разные. Пускай вы будете дома, что рви. Обязательно обильное питьё. Ковид высушивает организм, происходит загущение. Как следствие, происходит поражение лёгких и других органов и тканей, которые мы видим на лёгких, но это картина повсеместно. У нас единая кровеносная система. Тромбоз происходит во всех местах, просто видится это так на лёгких. Люди часто при температуре, состоянии болезни, это слабость, апатия, они пристают пить и есть. Это главная ошибка. Пить нужно в 2-3 раза больше, чем вы это делаете в обычной жизни. Это может спасти вам жизнь. Не нужно никогда паниковать, если на КТ вам поставили 15-20% поражений и проситься в больницу. Не думайте, что там есть волшебная таблетка, которая, попав туда, вас спасёт. Конечно, нет. Там должны лежать люди, которые уже самостоятельно не могут справиться. Это люди с поражениями и больше 55% и сатурации ниже 90-92%. А всё остальное можно спокойно лечить кроворазжижающими, жаропонижающими, витаминами, минералами, которые, кстати, важны. И цинк, и селена, и витамин Д, и магний, и омега очень нужны принимать во время ковида, потому что он сильно вымывает минералы. Светлана, перебиваю. Давно на линии зрителей. Давайте ему ответим. Иван Иванович, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, защищают ли маски от вируса? Спасибо. Спасибо за ваш вопрос. Вы знаете, я вам скажу так. Однозначно ответ на этот вопрос нет. Ни у кого. Мы работаем в обычных масках в нашей клинике. Начинали мы с респираторов, но работать в них очень тяжело. Нужно понимать, что через нас проходит и по 100 людей в день в активной фазе распространения вируса. И в клинике именно на работе у нас не хватало никто. Ну, это чаще дети приносили домой или супруги. И я говорю так, что вакцины, что маски. Если есть хоть какие-либо надежды не заболеть, нужно соглашаться на все. Рисковать я хочу проверить, работают они или нет. Ну, знаете, можно, не умея плавать, прыгнуть в воду. Можно, не умея, ну, то есть мы же, как сказать, то есть себя нужно защищать всеми способами. И слушать людей, которые говорят там, это не помогает, это все ерунда. Ребят, еще раз скажу, придите к нам в клинику, и вам ничего не придется объяснять. Ну, вот потому что уже доказывать что-либо, что работает, что нет, ну, лучше увидите своими глазами. И тогда вы поймете, насколько серьезно нужно относиться к безопасности. Это, и, конечно, не надо обливаться дезинфекторами, не надо. Но элементарно помыть руки, это должно войти в привычку. И, конечно, когда ты едешь в маске, и едет другой человек в маске, что такое маска? Это насильно надетый платок. Вспомните, в Советском Союзе мы все, ну, люди, приучали с детства прикрываться. Посмотрите, как сейчас современные люди, ну, никто не ходит, никто не прикроется. И, конечно, попадет ли в этот момент в тебя, хотя бы он и становится свой чьих, а человеку не долетит его. Еще один звонок. Алло, Антон, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Задавайте вопрос. Да, да, да. Можно задавать вопрос? Да, да, задавайте вопрос, да. Подскажите, пожалуйста, вот я не так давно переболел ковидом, существуют ли в нашем городе какие-то центры реабилитации или какие-то процедуры, чтобы немножко поправить здоровье, потому что последствия я все-таки ощущаю до сих пор. Спасибо. Давайте я отвечу. Здравствуйте, Антон. Безусловно, существует, мы об этом еще поподробнее поговорим, в связи с как раз дезинфекцией и мерами предосторожности при ковиде в нашей клинике было закуплено аппарат оксигенотерапии, с помощью которой мы сейчас в данный момент и помогаем нашим пациентам дождаться скорой, самым тяжелым, то есть получается так, что они просто не могут дышать и нам приходится сажать на наш кислород людей, но также оксигенотерапия отлично работает в работе с реабилитацией после ковида, то есть это метод насыщения организма кислородом, который просто необходим при вот этих вот заболеваниях легочных систем. Не страшно ли, вот человек переболел, вроде в клинику приходят в активной фазе, здесь нет ли опасности заразиться? Еще раз. Ну, опасность, наверное, всегда бывает, мы говорим о методах предосторожности, то есть в любом случае все наши сотрудники носят противочумные костюмы, также носят маски, мы пользуемся всевозможными дезинфекторами, у нас стоят баклампы, у нас стоят рециркуляторы воздуха, которые по мощности превышают в три раза площадь нашего помещения, то есть мы, конечно, не враги себе, не враги нашим пациентам, и это наша задача, обеспечить безопасность как пациентам, так и нашим сотрудникам. Ну, конечно, они находятся в разных помещениях, и пребывание через холл, оно настолько минимальное, конечно, мы защищаем, в первую очередь, и себя, потому что, ну, болеть не должны, а кто будет помогать? И, конечно, мы думаем о каждом пациенте, но хочу сказать, что повторное заражение достаточно быстрое, мы такого не встречали, все-таки иммунитет, выработанный после болезни, ну, защищает очень сильно, пусть и не очень долгое время, сейчас, да, сейчас идут пациенты, переболевшие прошлый год, октябрь, ноябрь, мартовские есть, но вот нет тех, кто болел летом, вот таких еще пациентов нет, а поэтому все-таки это показатель того, что собственный иммунитет после болезни, это очень сильная защита, и это обнадеживает хотя бы, вот что человек вот переболел, вышел, и тут он опять что-то хватает, но у нас таких пациентов пока, к счастью, нет, да, идут те, кто болел полгода и год назад, а вот кто перенес заболевание летом, слава богу, мы таких не видим. Вот, Светлана, вы говорили уже о том, что, да, клиническая картина изменилась, изменилась, раньше рекомендовалось на 4-5 день КТ, что вроде как в это время, даже на 7-й, да, сейчас, можно ли говорить об этом? Да, раньше у 99% пациентов как бы их сам критический момент и максимальный нарост заболевания был на 7-9 день, то есть тогда была картина пиковая, и мы рекомендовали пациентам именно в этот момент приходить, то есть первые клинические проявления это не обязательно температура, это может быть и пропало баяние, может не пропало, слабость, то есть, ну, состояние ОРЗ, давайте все их называть, ковид это тоже вид ОРЗ, и мы бы рекомендовали приходить на 5-7 день, так было до осени этого года, что мы видим сейчас? Сейчас пошли пациенты, которые болеют, есть те, которые остались на том же уровне, то есть они к нам приезжают на 7-8 день, так мы видим, все там 30%, мы человек уже успокаиваем, продолжайте лечение, вы уже тяжелее не станете, а есть пациенты с молниеносным течением, это 3-5 дней, такого раньше не было, чтобы настолько быстро шли поражения, неважно, какая это гендерная мужчина, женщина возрастная, неважно, просто есть круг, вот чем их выделить, как-то обосновать, я не могу, потому что опять же в прошлом году в семье мог болеть один человек, все остальные с ним в близком контакте и не заражались, сейчас если болеет в семье один, болеют все, к нам идут семьями, и это тоже пугает, это показатель заразности, то есть он стал настолько заразным, что вот и в семье болеют, так же мог болеть, тот тяжело, кто-то нет, говорю о том, что следите за сатурацией, если она у вас быстро растет, падает вниз, значит вам срочно нужно звонить и обращаться, не ждите, есть вот пациенты, которые ждут, в части всего дожидаются максимум скорой, но напомню, что сейчас скорой очень долго, пациентов много, вызовы передаются на следующую, в следующую смену, и здесь нет вины, вот не ругайте, пожалуйста, врачей, вас, пациентов, стало в сотни, тысяч раз больше, а врачей больше не стало, а с учетом потерь врачей, которые, еще не знав эту болезнь, заражались, и многие умирали, ну поймите, ну как бы, наши силы не безграничны, но наши люди умеют только ругать, долго едет скорая, не хотят ложить, не хотят лечить, не приходит терапевт, а у бедного терапевта, ну там, раньше было там 10 вызовов, а сейчас 110, и она своими ногами должна всех обойти, а их тоже станут меньше, они тоже уходят постоянно больничные, я удивляюсь несознательности и непониманию, сначала все кричат, нет, мы не верим, мы не хотим, нам маски не нужны, нам прививки не нужны, а когда случается, и к ним никто не бежит помогать, прям вот сразу, или сидят они в очереди по 5-7 часов, как у нас любят поснимать, да конечно сидят, но дайте нам еще тысячу врачей, мы будем быстрее принимать, но это невозможно, такая ситуация везде одинаковая. Продолжим разговор, после небольшой рекламы не переключайтесь. Напоминаю, вы смотрите Врач на дом, обсуждаем сегодня особенности четвертой волны новой коронавирусной инфекции, не знаю, правильно ли ее называть, новой, да, полтора года, два она уже с нами, какие исследования, Кристина, проводятся в вашей клинике, для, то есть помимо КТ, для того, чтобы поставить диагноз? Ну, в первую очередь, мы диагностическая клиника, и вот так как на данный момент мы столкнулись с ковидом, мы также делаем ПЦР-тест, причем в нашей клинике можно сделать срочный ПЦР-тест, он готов в течение суток, а в разы менее суток, но сейчас сложно говорить, так как все-таки, наверное, будем говорить про сутки, потому что нарастает, все видят, как нарастает число заболевших, поэтому, соответственно, сокращается это время. Но, тем не менее, также мы даем расшифровку на английском языке для людей, которые еще не боятся или так за границей, все-таки можно получить у нас полностью весь пакет документов. Я знаю, вот сейчас это широко анонсируется, что после сделанного ПЦР-теста результаты автоматически загружаются на госуслуги, но это могут делать не каждая клиника. Вот у вас есть такая возможность? Да, наша клиника также прогружает все результаты на госуслуги, поэтому пациенту, в принципе, даже можно никуда не ходить, если не нужны документы, можно сразу увидеть результат. Либо для особо переживающих, которые... Даже я больше скажу, мы сталкиваемся с таким проблемой, что положительный ПЦР-тест при госпитализации, даже при поражениях легких, очень важно. Это зависит, в какую из больниц вас повезут. Это важно. И вот здесь многие не получают, либо просто звонят, сообщают, и как пациенту доказать, что у него положительный ПЦР-тест, это очень сложно. Поэтому мы оперативно, чтобы человек просто имеет на руках свой смартфон, и зайдя с него в госуслуги, мог показать, что да, у меня положительный ПЦР-тест, поэтому я все-таки рекомендую ПЦР-тест делать. Это для госпитализации очень важно. Это важно, в какую больницу вы попадете. И все-таки вот с ПЦРом там совсем другая история, вот даже при пневмониях ковидных. Да, простите. Ну, начнем с того, что важно, в принципе, все документально иметь, так как сейчас даже открытие больничного листа без ПЦР-теста невозможно. Врачи требуют ПЦР-тест, и, соответственно, если требуют МСКТ легких, также. А что касается МСКТ, здесь, после того, как быстро получает пациент, результат? На данный момент мы очень быстро работаем. В клинике, понимая, насколько важно получить быстрый результат, в течение двух, ну и нескольких часов можно получить результат. Так как очень много работаем на регионы, мы понимаем, что из регионов приезжают тяжелые больные, которым мало того, что сидеть-то сложно, а приехать, это очень тяжело. Соответственно, ждать долгое время еще сложнее. Поэтому мы работаем очень оперативно, у нас работают лучшие квалифицированные врачи, которые описывают непосредственные исследования. Также описание врачей наших, вот я общаюсь с врачами, очень нравится. Ну и, конечно, у нас есть удаленное описание, то есть мы работаем еще также с Москвой. И в случаях, когда там, ну сейчас многие врачи болеют, и наши также, не исключением бывает и такое, мы подключаем удаленную работу и также оперативно все делаем. Я хотела бы к этому добавить, почему важна оперативность во многих вопросах. Мы не бросаем своих пациентов, мы вынуждены столкнулись с тем, что к нам приезжают тяжелые пациенты, мы никого не отпускаем, если мы увидим, что человеку необходимо срочная госпитализация. В этом случае пациента с большим поражением легких и низкой сатурацией оставляем у себя на кислороде, вызываем бригаду скорой помощи, к нам они приезжают быстро, потому что пациент уже подтвержденный, и мы не бросаем никого. То есть такого, что вот ваш результат, у вас много, езжайте там, доедете, нет, возьмут вас, не возьмут, мы не допускаем. Каждого пациента мы доводим, при необходимости госпитализировать, мы делаем для этого максимум. Потому что понимаем, насколько важно время и насколько важно максимально поднять кислород с большими поражениями легких. Поэтому мы пациентов в тяжелых не отпускаем. Есть еще один звонок телезрителя. Алло, Татьяна, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Алло, алло, Татьяна, мы вас слушаем. Да, добрый вечер. Вот вы знаете, я очень много смотрю тоже программы медицинских, в том числе Елену Васильевну Малышеву, Мясникову, по поводу этих прививок. Она сказала, может быть, месяца два назад, но Елена Васильевна сказала, что прежде чем делать прививку от коронавируса, она сделала прививку от немокока легких. И второй вопрос, что вот эти прививки от коронавируса, они как бы не совсем исследованы. Даже кто делает их вот так, вот тогда должна подписывать обязательства, там очень мелким шлифтом написано, что не имеет претензий к последствиям после этих прививок. Спасибо большое за ваш вопрос. Да, вопрос, кстати, часто задаваемый. Я понимаю волнение людей, очень много вбросов. Я могу сказать так, мы обычные врачи, так же, как и все остальные. Мы не ученые, мы не знаем, мы слышим ту же информацию, которую до нас доносят ученые, которые эти вакцины запретают. Эффективно вакцинации нет, я сказать тоже сейчас не могу. Да, есть пациенты вакцинированные, которые к нам приходят. Опять же, все говорят, что она не защищает нас 100%. Если сложнее от вакцин, от любых вакцин есть осложнение, но тем не менее, благодаря вакцинации, если вы помните, Екатерина Великая, нас спасла, нашу страну, мы единственная страна в мире, которая не заболела ветряной оспой. Страшным, страшным, смертельным заболеванием. Поэтому я за вакцины в принципе. Но про поводу вакцины, которая сейчас, то, конечно, мы знаем ровно столько, сколько вы, но я еще летом сказала сотрудникам своим, я не буду никого заставлять, не принуждать, я иду, и я иду со своим ребенком, у меня дочке 18 лет на тот момент уже было, если вы хотите, вы пойдете со мной. И мы все вакцинированы, пока из нас, слава богу, никто не заболел. Да, были небольшие осложнения, спокойно мы их перенесли, есть температура небольшая, слабость, но я еще расскажу, я болела ковидом два раза. Скажите мне, с бубном станцевать, чтобы не заболеть? Я станцую. Нужно сделать вакцину? Я сделаю. Я не хочу больше этим болеть. И не странно то, что я перенесла не в самой тяжелой форме, и вся моя семья, я привела всех, потому что дайте мне надежду не заболеть, и я буду ей пользоваться. Как на сегодняшний день пациенты переносят ковид? Много ли осложнений? Тяжелее. Думаю, будет, что еще тяжелее. Осложнение очень сильное. Это масштабный фиброз легких, когда такие рубцы на легких образуются после поражения, что они почти, ну, не восстанавливаются. Ребятация безумно долгая. Если раньше нужно было там 2-3-4 недели, человек уже в жизнь вливался, сейчас люди по 2... Вот я уже лето было похоже, было меньше, гораздо, все были в отпусках, все окна были открыты, столько не было. Было много, но не столько. И мы видим этих пациентов, что после, когда они выправляются, то восстанавливаются они гораздо дольше, чем это было раньше. И здесь я опять же говорю, что слушайте, грамотный специалист, антибиотики при ковиде не помогают, об этом говорит Минздрав, 13-е поправки, он прям красным выделил, антибиотики при ковиде не применять. Не надо заниматься совмечением, вы выйдете легче. Много пейте, много витаминов, минералов, комплексов, кушайте обязательно, организму нужны силы. Не надо бегать до последнего, потому что некому работать. Ковид, все вот это, сколько вы сил потратите, не налить на борьбу с ним, столько он возьмет на себя. Дольше, ну, вот это вот тоже часто я вижу, когда люди, там, мне плохо, но я иду на работу. Мало того, что ты себя подвергаешь смертельной опасности, ты свое окружение с людьми, с которыми ты в контакте, близким, также заражаешь. И все это безумно грустно, безумно. И просвета я для себя не вижу, пока каждый человек начнет думать. Не надо слушать за и против. Умейте принимать решения сами. Ковид, это смертельно опасное заболевание, которое становится только тяжелее, хуже и молодее. Ну, вот, Светлана, вот вы, находясь всегда в самой, как говорится, пучине этого заболевания, диагностики, какой вы видите, ну, не выход, но хотя бы, там, я не знаю, направление, скажем так? Быть сознательной. Я могу сказать, нам придется, я уже об этом говорила и в прошлом эфире, когда был, ну, уже спад в марте месяцем или в апреле у вас были, я хочу сказать о том, что надеется, ну, надежда умирает последней, конечно, но вот, чем больше вы кричите, не верите, ругаете, ну, это, какой самый оптимальный способ доказать? Это получить. И заболеем все, и, скорее всего, не по разу. И в этих реалиях надо привыкать жить. Хватит бороться с внутренними веленцами, говоря, что все, мировой заговор, что это все придумано. Ребят, еще раз, кто не верит, кто сомневается, я приглашаю надеть открытых дверей в клинику, мы вас и в ковидный костюм наденем, маски-распираторы, у нас есть такие распираторы, которые даже химическую атаку переживут. Ну, придите, посмотрите, помогите, нам нужны часто руки, действительно, нам очень часто хочется, чтобы пациент, который на кислороде ждет скорую у нас, кто-то был с ним рядом не успокаивал. Вы посидите, подержите эти потухающие глаза, вот просто подержите их руку. Ну, я надеюсь, вы все поймете. Еще один звонок. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, Татьяна Викторовна, здравствуйте. Алло, алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот если мне к 70 годам уже, почти 70, я сделала три прививки, у меня много побочных, много серьезных заболеваний хронических. Есть какой-то процент, что я и после трех-то прививок, заболею. Вот скажите, сколько составляет на процентов? Да, вы знаете, вы главное не паникуйте, самое главное, ну, соблюдайте меры, представьте, что вероятность схватить есть и с прививками, и это не скрывается. Говорят о том, что на 100% прививки не защищают от болезни, они защищают от смертельного исхода. Я могу сказать так, у меня пока оптимистические взгляды, я вижу по окружению, которое привито, сколько из них схватило. Из моего окружения у привитых не заболел еще никто. Моя дочка единственная в московском институте, в одном, где она учится, привитая, и болеют вокруг нее все. Мой ребенок поверил в эту прививку. Я ее, ну, действительно, так, да, к нам приезжают и привитые, но мне кажется, что все равно есть процент тех, кто купил, к сожалению, вакцину, или те, кто ее сделал давно и уже антитела поползли вверх. Поэтому здесь шансы есть. надо в это верить, шансы, конечно, есть. И большие шансы. Я думаю, что, ну, когда все-таки сознание населения придет, у нас хотя бы будет 80%, мы уже более сможем. давайте попробуем остановить это. Если говорят, что это поможет, давайте поверим. А в чего еще верить? На что надеяться? Если мы видим, что лучше не становится, и это уже для всех не очевидно. Я думаю, в каждой семье уже, друзья, друзья, мама, папа, все уже болели. Могу сказать так, болели, и еще, ну, это не говорит, что дальше этого не будет, и дальше. Просто сейчас все гораздо тяжелее. И если он только ухудшается, у меня нет, ну, как бы, никто вам не скажет, и специалистов, и ученых, что, благодаря чему он станет, чему станет легче. Вот был тот штамм, все переболели, многие, большой процент, он, как бы, сейчас его нет. Сейчас больше у нас дельта, это индийский штамм, и, возможно, мы тоже опять все переболели, будет больше смертей, будет больше тяжелых исходов, тяжелых лечений последствий, но кто, ну, кто нам может пообещать, что не придет еще один штамм, вирус ищет оптимальную форму жизни, он тоже хочет выжить. Это его задача генетическая. Еще один звонок. Алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире, слушаем вас. Алло, алло, здравствуйте. 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 мне 83 года. От телевизора отойдите и говорите. Я поздоровалась. Мне 83 года. У меня... Не ждите, не ждите, говорите. У меня пневмочный броз обоих легких. У меня... Так, атрофированный головной мозг, бронхиальная астма, бронхиальная астма, гипертония и много-много болячек помимо этого. Можно мне делать прививку или нет? Спасибо. Ваш вопрос понятен. Спасибо. Вы знаете, противопоказанием, вот все проблемы, о которых вы сейчас сказали, не являются четким противопоказанием. Посоветуйте с терапевтом или своим лечащим доктором по поводу применения параллельно прививки кроворожжаевых препаратов, как Сорелта, Ликвиз или кардиоаспирин, любой. Это снижает побочные действия вакцины. Но я хочу заметить, как показала практика, пожилые люди переносят вакцинацию гораздо легче, чем любой молодой организм. Для того, чтобы, если человек почувствовал себя плохо, когда необходимо сделать КТ? При каких симптомах КТ обязательно? Смотрите. Потому что пока дождешься типа терапевта и так далее. Мы однозначно, надо перекладывать ответственность за свое здоровье на всех. А ваше здоровье это только ваша личная ответственность. Понятно, что я еще раз повторю, врачам тяжело, врачи тоже устали. И все больше и больше нагрузка ждет. Придет момент, когда просто некому будет принимать. Просто очереди будут гигантские. Ваша задача себя защитить. Первое, купите пульсоксиметр. Это ваша, этот прибор, который должен быть у вас на столе. У нас впереди тяжелый сезон. Вы смотрите за кислородом. Не паникуем. При протере обоняния, потере вкуса или высокой температуры несколько дней, обильное питье. В этом случае один из факторов того, что вы перенесете легко. Начинайте принимать витамины уже сейчас. Те, которые поднимают, повторюсь, это цинкс, селен, омега. Они действительно помогают. Это доказал ВОЗ, это доказали наши зарубежные партнеры. И тоже Минздрав их сейчас включил в обязательный прием. Это вот тоже показатель того, что они работают. Начинайте, не ждите. Это только в пользу. И, так скажу, если вы заболели и ваш кислород начинает резко падать, не то, что единичный показатель, а именно прямо полномерно, много-много раз у вас происходит, и у вас кислород все падает и падает. В этом случае, конечно, нужно оперативно обращаться в КТ, потому что это может спасти вам жизнь. Если же вы чувствуете, что вам плохо, у вас высокая температура держится много дней, она не сбивается, это не показание госпитализации и тяжести вашего болезни. Это просто такое течение. Но кислород у вас стабильно, 97, 98, 98, все у вас хорошо. Переживите лихорадочный фунт, принимайте протестамол, никаких антибиотиков, принимайте шипучий аспирин, снижайте температуру самостоятельно и много пейте. Жидкость вас спасет. Насколько быстро можно попасть к вам в клинику современных медицинских технологий для того, чтобы сделать... Очереди сейчас растут катастрофически. Катастрофически. Если раньше мы могли принимать в день в день буквально несколько дней назад, сейчас ожидание может быть и до 3-4 дней. Поэтому все-таки старайтесь. Экстренно мы берем, если пациент нам звонит и говорит, ребят, у меня низкий кислород, у меня, ну, как бы, скорая, она быстрее оперативнее приезжает, когда на руках уже у пациента есть тест. Потому что скорая тоже замучивается, ему надо забрать пациента, ему надо съездить на КТ, и нужно найти, где экспилизацию. Поэтому очереди все больше растут. Если у вас на руках уже будет ПЦР положительный и у вас на руках будет КТ, скорая к вам приедет в несколько раз быстрее, потому что уже понятно, что с вами делать. А вот, кстати, порекомендуете, плохо себя чувствуете, сатурация вроде хорошая, но подозревает, что ковид, пойти сделать ПЦР-тест. Надо, нет? Если у вас будет положительный ПЦР-тест на руках, и в любом случае в поликлинике это может занимать до пяти дней, опять же, это неплохие врачи, неплохие поликлиники, это очень большой поток. Но если у вас ПЦР-тест на руках есть, даже, и у вас будет КТ, и у вас есть показания госпитализации, это все очень ускорит. И это будет определять, в какую из больниц вас повезут, в ковидную специализированную или в терапевтическую. Сейчас, конечно, уже вот это как бы все намешалось, но я думаю, что когда врачи видят, что у вас очевидно ковид, никто не будет тратить время там вот, ну, это спасает жизнь. Это очень важно. Заботитесь о себе сами. Не ждите помощи. На всех врачей не хватает. Буквально 3 минутки остается. Давайте немного хотя бы расскажем о том, что вы можете помочь не только заболевшим, но и тех, у кого сейчас осложнения или там, возможно, они себя чувствуют не очень хорошо. Так вначале мы немного отвечая на вопрос, телезрители рассказали, но тем не менее. Безусловно, конечно. У кого течение болезни слабое или среднее, то есть госпитализация не нужна, вы лечитесь дома. Вы можете обратиться в нашу клинику и воспользоваться такой услугой, как оксигенотерапия. У нас есть отдельный кабинет, где установлено прекрасное удобное кресло, где вы полежите в течение 30 минут, получая нужную дозу для вашего организма кислорода и при этом ваш организм просто скажет вам огромное спасибо. Да, это получается. Так как мало того, что, ну, вы видите, что, в принципе, лечение ковида это симптоматическое лечение и нет единой таблетки, которую можно выпить и, соответственно, вылечиться. Поэтому всеми способами мы помогаем своему организму пережить этот недуг. Но оксигенотерапия это как палочка-выручалочка. Она работает хорошо как и при реабилитации, так и в период заболевания. Ну, и так, по традиции вопрос, Светлана, будем ли делать прогнозы? Ни в коем случае. Вот чем мы с вами больше их делаем, тем совсем все по-другому и только хуже. Давайте так, мы не делаем прогнозы, мы надеемся на лучшее. Худшее придет само, ну, как бы плохо у нас уже было, сознание граждан должно меняться. Вот да, для больных мы, для заболевших мы рекомендации дали, а для тех, кто... Ковид – это заболевание, от которого умирают. Умирают тяжело, мучительно, и врачи зачастую бессильно уже помочь пациенту, хотя борются искренне, насколько это возможно, выше человеческих сил. Вы в ответе за свое здоровье, за здоровье близких вам, людей окружающего. Если вы понимаете, что вы заболели ковидом, ну, вы в легкой форме, ну, будьте посознательней, ну, оставайтесь дома, ну, действительно, кто-то должен начать это останавливать, распространение. Но я считаю, что всеми способами надо защищаться. Вот любой способ, который только существует, то есть и принимайте витамины, и делайте вакцины, и носите маски, вот в скопе что-то обязательно поможет. И даже если это не поможет, то огромнейшая вероятность, что вы перенесете очень легко. Спасибо. Спасибо большое вам. И напоминаю, что у нас сегодня в гостях директор клиники современных медицинских технологий Светлана Железнова. Спасибо вам, Светлана. И представитель клиники современных медицинских технологий Кристина Яропаева. Кристина, спасибо. Всего хорошего. Спасибо.